А вот аграрии Беларуси пока только готовятся встретить свой профессиональный праздник. В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который страна отметит в ближайшее воскресенье, в столице пройдет форум сельских женщин. Он объединит представительниц разных профессий в сфере АПК из всех регионов. С теми, кто трудится на благо нашей продовольственной безопасности, познакомилась Елена Витко. Здравствуйте. Хотела бы посмотреть лабораторные анализы. Это у нас большевик. И посмотрим все документы. Товарно-транспортные, приложение в порядке или нет. Пожалуйста. В Солигорском филиале Слудского сародельного комбината Марина Шурукина работает 15 лет. Начинала с лаборатории, проверяла качество молока. Хотя в портфолио добавились навыки дозиметриста. Сейчас же специалист по заготовкам сырья. Марина не просто знает, где берут начало Белые реки. Именно от нее зависит, насколько объемным будет производство. Мы боремся за качество и количество молока сырья. Прежде всего мы хотим, чтобы наши поставщики сырья давали нам молоко экстра и высшего сорта. Все получается, потому что у нас на нашем предприятии, прежде всего, я не одна. Нас много. У нас большая группа, группа поддержки. Мы работаем сложно друг с другом, друг другу помогаем. Поэтому нам легко работать. Молоко и сыры, йогурт, масло, творог. Чтобы из конвейера продукция сходила бесперебойно, в сутки на филиал поступает порядка 180 тонн сырья. Задача Марины Шурукиной заключить договоры и ежедневно контролировать поставки. Работает специалист также на выезде. Мониторит 11 хозяйств, а это более 20 молочно-товарных ферм и комплексов. Каждая деталь ловит взгляд опытного ревизора. Здесь все чисто, комфортно. Давайте посмотрим вот этот доильный аппарат на санитарное состояние. Идеально. Ноль. Такая чистота – это залог безопасности и качества молока. Проверить все поверхности позволяет люминометр. Также в профессиональном арсенале есть и другие приборы. При необходимости хозяйству помогают с оснащением. Кроме этого, обучают лаборантов. Тандем перерабатывающего предприятия и отрасли животноводства взаимополезный. Это и привлекает Марину Шурукину. Мой дедушка и бабушка работали в хозяйстве все время. Трактор, животные, коровы, сельское хозяйство. Я где-то подъезжала, смотрела. Нравится, люблю животных, люблю помогать. Нравится мне моя работа. Маршрут через молочно-товарные комплексы нередко проходит и у Людмилы Кулинченко. Она главный граном хозяйства Дуброва. Сейчас здесь около трех тысяч голов. Только на ферме «Золотва-2» получают до 12 тонн молока. И все экстра-класса. Ну что, кормово тает? Поедаемость хорошая? Да. За рацион буренок можно быть спокойными. Запасы весомые. В сутки сами производят до 10-12 тонн кормов. А в этих полиэтиленовых рукавах еще созревает полезное лакомство. Дробленная кукуруза. Помимо кормовой базы Людмила контролирует и сохранность зерна, фуражного и посевного материала. Ну как сохранность зерна? Сохранилась хорошо? Хорошо. Сухое все. Нигде не затекает ничего. Соблюдение технологий ВПК в основе всего. С посевной в хозяйстве Быховского района справились в сроки. Вовремя внесли и удобрения. Площади с озимым ячменем, например, увеличили вдвое до 200 гектаров. Всего же подзерновые отвели свыше 2000 пшеница, ячмень, рапс. И пусть в этом году получили рекордный урожай, во время осенней посевной к землепользованию подошли еще более рационально. Особую ценную земля приобретает, когда в нее вложен собственный труд и получен результат. А для того, чтобы получить результат, нужно грамотно использовать пахотные земли и соблюдать культуру земледелия. Вот как, например, в этом году на нашей земле мы получили рекордный валовый сбор зерна. 7,715 тонн. Ну, урожайность, конечно, хотелось бы больше, но получилось 33,3 центнера в вектар. Но все еще впереди. Когда главная ценность страны, земля в таких надежных руках, о продовольственной безопасности можно не беспокоиться. Она будет обеспечена, как и прежде. И даже сейчас, когда принято подводить итоги сельскохозяйственного года и готовиться к профессиональному празднику, аграрии уже строят планы на следующий сезон. Елена Витко, Андрей Ястребов, Василий Фаталиев и Александр Берецкий. Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова